6 сентября 1976 года над японским городом Хакадати был замечен неизвестный самолет, который встревожил местных жителей. Сделав несколько кругов над аэропортом, самолет пошел на посадку, однако летчик не рассчитал длину взлетно-посадочной полосы, самолет выкатился за ее пределы, при этом сбив несколько антенн. Окруживший самолет полицейские и сотрудники аэропорта не поверили своим глазам. На крыльях истребителя были красные звезды. Неожиданно из кабины выскочил пилот, который, размахивая пистолетом, требовал, чтобы никто не приближался к самолету, однако вскоре он попросил переводчика и добавил, что будет просить политического убежища. В это же время военные службы Японии вели поиски самолета, который вторгся в их воздушное пространство и смог уйти от перехватчиков и ПВО. С Хакадати поступил звонок, после чего спецслужбы доложили, воздушный нарушитель найден, он приземлился у нас. Перед ними стоял советский сверхзвуковой высотный истребитель-перехватчик МиГ-25П по кодификации НАТО «Летучая лисица». В США говорили об уникальных характеристиках этого самолета, однако все данные были строго засекречены Советским Союзом. И вот сейчас представилась уникальная ситуация. Советский летчик пригнал секретный истребитель и заявил, что готов к сотрудничеству. В это же время на дальневосточном аэродроме Соколовка докладывали, что из планового полета не вернулся МиГ-25, которым управлял старший лейтенант Виктор Беленко. О чрезвычайной ситуации доложили заместителю главнокомандующего войсками ПВО маршалу авиации Евгению Савицкому, который приказал не прекращать поиски самолета и каждые полчаса докладывать о ходе операции. На тот момент Савицкий полагал, что самолет разбился или был вынужден совершить аварийную посадку. То, что могло произойти предательство, не было и мыслей. Однако вскоре из Японии пришло сообщение, МиГ-25 приземлился там. Советская сторона не верила, что Беленко просил политического убежища и назвала это провокацией Запада. Однако, когда представители посольства Советского Союза встретились с летчиком, тот открыто заявил «Я прилетел сюда добровольно и не собираюсь возвращаться. Я буду просить политического убежища». Несмотря на заявление пилота в советской прессе, официальная версия случившегося звучала так. Старший лейтенант Беленко совершил вынужденную посадку на Хакодати из-за нехватки топлива, после чего был преступно похищен японскими властями под диктовку Вашингтона. В это же время директор ЦРУ Джордж Буш-старший заявил, что сотрудничество американских спецслужб советским летчикам идет успешно. Позже советские специалисты восстановили ход событий. 6 сентября 1976 года в 6.45 Беленко вылетел с аэродрома Соколовка, после чего снизился до высоты 30 метров. Таким образом, ему удалось скрыться от советских и японских радаров. Войдя в воздушное пространство Японии, Беленко поднялся на высоту 6000 метров, после чего был замечен японской ПВО. На перехват советского нарушителя вылетело несколько японских истребителей. Однако Беленко снова снизился и исчез с радаров. Спустя некоторое время он успешно приземлился на японском аэродроме. По мнению специалистов, угону секретного истребителя способствовали просчеты зенитно-ракетных войск в организации ПВО береговой линии, что позволило Беленко успешно пролететь опасный участок, не заходя в зону поражения советских ЗРК. После того, как советская сторона поняла, что Беленко не намерен возвращаться, Советский Союз потребовал вернуть самолет, пригрозив Японии далеко идущими последствиями. Ответ японской стороны был следующим. Советский истребитель совершил преступное деяние, нарушил границы чужого государства. МиГ-25 будет возвращен только после тщательного осмотра специалистами. Истребитель-перехватчик перевезли на американскую военную базу недалеко от Токио, где американские эксперты буквально по винтику изучили секретный советский самолет. Огромный ущерб для Советского Союза нанесла расшифровка системы радиолокационного опознавания свой-чужой. В экстренном порядке ее пришлось менять по всей стране. К удивлению, американские эксперты выяснили, что советский МиГ-25 не годится для перехвата американского стратегического сверхзвукового разведчика SR-71, так как уступал ему по многим летно-техническим характеристикам, а скоростные параметры МиГ-25 были по большей части пропагандой, чтобы повысить рейтинг экспортной привлекательности. До 1976 года американское военно-политическое руководство не согласовывало разведполеты SR-71 над Советским Союзом, так как опасалось советских перехватчиков МиГ-25. После побега советского летчика данные опасения были развеяны. Уже через три дня после скандального полета Беленко получил разрешение на постоянное проживание в США. Разрешение на предоставление гражданства подписал сам президент Джимми Картер. В это же время в Советском Союзе Беленко был заочно осужден по статье 64 «Измена родине» и приговорен к высшей мере наказания – расстрелу. Уже позже Беленко рассказывал американским журналистам, что сбежал из страны из-за неприятия советской идеологии и из-за низкого уровня жизни, добавляя, что в США консервы для кошек вкуснее, чем еда, которую употребляют советские люди. «Я принял это решение в связи с недовольством этой страной. Я старался изо всех сил. Я был одним из лучших пилотов-истребителей. Когда я был молод, то был увлечен идеями социализма и коммунизма, потому что сулили полную занятость, бесплатное образование, бесплатную медицинскую помощь, хорошую пенсию, бесплатный уход за детьми и так далее. Но позже я обнаружил, что эти идеи служили только коммунистической номенклатуре, а остальное население было фактически рабами. Я сделал вывод, что не могу изменить эту систему. Лучшим выходом для меня было развестись с этой системой». Комиссия, которая проводила расследование, выяснила, что Беленко выражал недовольство условиями жизни летного состава. В 1975 году он подавал рапорт на увольнение из советской армии, объясняя это тем, что не хочет служить с командирами, которые постоянно злоупотребляют спиртным. 10 января 1976 года у него окончился срок выслуги в воинском звании старший лейтенант, однако звание капитан, которое он так долго ждал, так и не получил из-за нерасторопности командования. Следствием было выявлено полное равнодушие партийно-должностной элиты к офицерам, которые честно выполняли свой долг. К тому же на фоне личных карьерных мотивов руководство часто делало выходные дни подчиненных рабочими, чтобы быстрее достичь нужных результатов. По воспоминаниям Беленко, когда он впервые посетил американскую авиабазу, был поражен неформальностью в общении рядового состава с офицерами. Его буквально шокировало, в каких комфортных условиях жил рядовой состав с семьями в коттеджном поселке авиабазы, в то время как рядовой состав советских частей на дальневосточных авиабазах жил в казармах за колючей проволокой. По 60 человек в одном бараке. О встречах с членами семьи не могло быть и речи. Когда Беленко покидал авиабазу, он заявил, если бы в моем полку поглядели хоть пять минут на то, что я видел сегодня, началась бы революция. Виктор Беленко большую часть времени проживал в Вашингтоне, где работал на высокооплачиваемых должностях. Консультантом по вопросам советской авиации и консультантом авиастроительных компаний военной промышленности, а также читал лекции в американских военных учебных заведениях. В начале 2000-х годов, к 25-летию своего побега, Беленко рассказал журналистам, что в 1995 году он побывал в России и встречался с советскими летчиками и космонавтами. Бывший советский перебежчик заявил, что никогда не жалел о своем поступке и что он счастлив жить в Соединенных Штатах Америки.